Ну что, друзья, повдохновляемся вместе. Сегодня будет эфир посвящен исключительно дизайну. Я уже говорила о том, что эта коллекция моя самая любимая. Она прям вот попала в самое сердечко. Она мне заходит и по стилю, и вообще мне нравится очень с ней работать. Все декорации офигенные, все. Можно все совмещать друг с другом, с любыми цветами, добавлять какие-то яркие акценты. Можно адаптировать как под более такую консервативную публику. Можно под молодежную. Потому что всем в основном кажется, что это прям вот тинейджерская такая коллекция. Вот там до... Для подростков, молодежи на самом деле нет. Можно сделать и сдержанный дизайн, и романтичные даже какие-то. Я вот сегодня один такой легенький сделала. В общем, вдохновилась. Сама ей зашла вчера в киоск газетный, накупила журналов. Кстати, часто спрашивают, где брать вдохновение, где брать идеи для дизайнов. У меня нет вдохновения. В принципе, не бывает такого, чтобы оно само вот взяло и пришло. Вот я сижу, смотрю в белый потолок. Есть такие люди, у которых вдохновение, оно изнутри идет. Ну, а мне, чтобы в этом получить вдохновение, понять, что я хочу сделать, в какой стилистике, мне нужно что-то посмотреть, что-то увидеть. Питер, в принципе, город такой, который вдохновляет. Можно походить по улицам, и сразу какие-то идеи возникают. Я очень люблю журнальную продукцию. Даже не так в телефоне что-то поискать, хотя можно поискать и в телефоне, есть опять-то Пинтерест, есть приложение, там, и ВОК, и все остальные. Ну, короче, много есть ресурсов. Я люблю печатную продукцию. Я когда открываю журнал, нюхаю этот запах, просто открываю новый номер, все, уже пошло вдохновение. Поэтому, если вы чувствуете, что вы не можете там придумать, а хочется творить, берите, идите в киоск, покупайте журналы, открывайте. И чем больше будете смотреть, тем больше будете понимать, что вот все идет, идет, идет. Я подготовила несколько вариантов дизайна. Вчера, думаю, сейчас сяду, пару типс нарисую. Ну, конечно же, как всегда, нет. Покажу вам три варианта, которые я уже сделала сегодня. Один-два сделала вчера, один сегодня. И один мы сегодня с вами вместе попробуем сделать. Как раз-таки такой, более консервативный для бизнес-вумен, может быть, Вера Николаевна его называет брендовым маникюром, дамы. Такие, как она, они очень любят. Такие, которые любят брендовые сумки, брендовые вещи, такие вот бизнес-леди. Вот, и несколько вариантов, конечно же, такие, которые я люблю. Эй! Ну, их я уже сделала, сейчас я вам их покажу. Работала только с новыми декорациями и только новой коллекцией и капсулой. Но добавила один яркий цвет, и то у меня краска была, не было даже гель-лака. Я взяла, так как я дома провожу эфир, я взяла с собой только коллекцию новую. И я поняла, насколько она универсальна. Как можно сочетать все цвета между собой, и с добавлением черного или белого, сколько можно еще получить всяких вариантов дизайнов. То есть, не зацикливайтесь на том, что она разноцветная. Ее, на самом деле, все цвета, практически все, если они будут на руках как-то вместе друг с другом перекликаться, они смотрятся очень гармонично. С добавлением черного или белого, взяли там за основу черный или белый и внедрили каких-то два оттенка из коллекции. Плюс есть здесь оттенок 346. Он просто потрясающий, невозможно крутой, трендовый. Он встречается во многих вещах сейчас. Ну и вообще-то классический. Он кажется, что он белый, но на самом деле не белый, такой как серо-серо-голубой. Вот этот оттенок, его к любому этому цвету, к любому цвету из коллекции вы добавляете, допустим, его берете, и там 3-4 пальчика где-то в разброс. Любым из этих цветов он сочетается с любым оттенком из коллекции. То есть он вот такой, знаете, как разбавляющий, чтобы не белый, допустим, чистый брать, а брать уже какой-то такой бело-не-белый. Так, я после прошлого... у меня сломался ноготь, а сегодня нужно сделать. Я после прошлого эфира нарастила себе длину. Помните, кто смотрел, у меня были короткие квадраты. После прошлого эфира, говорю, все, вдохновилась, что-то там прилетело, говорю, хочу длинные ногти. Кайфую просто, я раньше не могла ходить длинными долго, сейчас кайфую просто не могу, прям. Один сломался, я прям вот так вот. А после сегодняшнего эфира я себе сделаю дизайн. Я когда начала вчера делать, я говорю, господи, я хочу дизайн, прям вот, чтобы все и сразу, и поехали. Короче, поехали. Сейчас у меня тут крепеж, надо быть с ним поокупать. Сейчас я его переверну. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. Переворачиваем. Там, я думаю, что Катя смотрит или кто-то, может быть, из афиши, на какие-то ваши вопросы. Думаю, что ответят. Вот, сейчас, секунду. Вот он, конечно, классный, но к нему нужно привыкнуть. Такой интересный. Сейчас у меня сейчас сломается, не дай бог. Так, как же его перевернуть? О, сейчас. I moment. Sorry, sorry. Я советовала вам брать такой крепеж. Вот. Сейчас, секунду. У меня сейчас все там отвалится. А, беру свои слова обратно. Нифига, неудобный. Обычный крепеж. Я вам давала как-то на него ссылку на Алиэкспресс. Металлический такой. Старый, добрый. Вот. Вот. Ой, господи. Нет, только не ломайся. Вот. Самый нормальный крепеж это с Алиэкспресса. Так, сейчас, девочки, я тут все позбивала к ядрине фени. Так, ладно, типа что-то там сделали. Секунду терпения, пожалуйста. Я отключу фильтр. Все. Поставлю его вот так, наверное, боком. и увеличу просто. Вот, зараза. Никак не хочет. Он меня слушается. Так. Еще секунду терпения. Сейчас я его переставлю. Девочки, ну просто... Оказалось, что стол... К столу очень... Во, все. Девочки, может, мальчики. Во. Все. Так. Как со свещением? Я сейчас чуть-чуть поярче сделаю лампу. Во. Все, отлично. Надену все-таки перчатки, потому что сломанный ноготь некрасиво и вообще не эстетично. Так. Ну, покажу вам первый дизайн. Начну с капсулы. Я что-то такая думаю, что сделаю. Наверное, только с новой коллекцией. Не буду ничего больше брать. Сделаю. Не буду добавлять никакие цвета. Только буду работать. И черт меня дернул положить капсулу в чемоданчик. Ну, вы, наверное, видели. Я вчера собиралась в офисе. Думаю, ну кину там что-то. И что-то мне так... А, я же еще зашла, купила журналы. Кстати, если какие журналы покупать, я пересмотрела все самые крутые для вдохновения. Гламур, Татлер и... и какой-то еще. И GQ. Ну, пока остальные я не посмотрела. Ну вот, Гламур и Татлер. Вообще, Гламур даже круче. Мне еще, знаете, что нравится? Я вам сейчас покажу. Гламур стали делать журналы с матовыми листами. Просто вообще они такие крутые. Короче, взяла капсулу. Чего мне так захотелось? Синего, красного. И сижу вот так с ней в руках с капсулой. Тут у меня декорации вот так новые лежат. И просто открываю Татлер. И через несколько страниц мне попадается... Я его дизайн назвала этот. Вдохновение от Версачи. Попадается вот такая дама с вот такими ногтями. Посмотрите на это. Ну, что это вообще? Как это можно вообще пропустить? Пожалуйста. Капсула плюс новые декорации. К сожалению, к нам в офис не пришли каталоги пока. Новые, поэтому я вам не могу сейчас ни цену называть, ни номера. Но я обязательно выставлю все после эфира. И все подпишем, что какие декорации. Если будет вопрос, вы здесь задавайте. Я думаю, что кто-то будет здесь обязательно отвечать. Может, Катя тоже. Короче. Ну, что вот это за... Эмпаста. То есть матовые. Это основа здесь красный из капсулы. Он такой с блесточками под матовым. Вообще очень круто. Блесточки эти смотрятся. Мне нравятся. Потом слайдер топ декорации. Нейлдрессы. Где они какие? Вот эти. Номерок не скажу. Потом синим у нас идут элементы. Потом матовый топ. И поверх матового топа уже эмпаста черная смола. Ну, блин, ну круто же. Я очень хочу себе сделать такой дизайн. Прям вот хочу-хочу. Вот. Это было первое вчера мое вдохновение. Дизайн называется вдохновение от Versace. Вот просто открываю и вижу. Ну, вот как и не сделать, скажите мне. Вот. Поэтому обязательно достайте жуна. А, еще рыжая какая-то. Смотрите. Блин, обожаю. Ну, вкусно же. Ну, вкусно. И сейчас, кстати, у всех длинные ногти. У всех почти дизайнеров. У многих крутых дизайнеров. Длинные ногти у моделей. Дизайны безумные. Так что делайте дизайн. Потом я выяснила такую закономерность, что очень много сейчас коричневого. Очень много коричневого и такого шоколадного. Листаю, листаю. Тут реально мне попалось. Понимаю, что золото осенью. Опять-таки. Золото осенью всегда в тренде. И вообще золото никогда не выходит, мне кажется, из моды. Я сама не люблю золото, его не ношу. Но есть клиенты, которые обожают, когда присутствуют в дизайне золотые элементы. Для таких клиентов, пожалуйста. И я тут подборочку сделала. Вот такую. Сейчас может чуть отсвечиваться. Короче. Это новые оттенки. Вот, кстати, сочетание. Смотрите. Видите, этого коричневого нового оттенка из коллекции «Эгоизм». И вот этого белого крутого. Вот эти я вырезала. Тут попалась мне страничка с нотами. Я такая думаю, сюда Риану в коричневом. Собственно говоря, у нее вот плащ и корсет один в один. Даже корсет больше. Один в один этого оттенка. Это у нас 334. И 300. Можете прям скринить вот так. И 346. И золото. Конечно же. Здесь я фольгу взяла. Просто обычную фольгу для отпечатывания. Это у нас медно-желтая фольга. Можно вот. Если для скрина, можно вот так положить. И будет красиво. То есть коричневые оттенки, золото. Все равно есть клиенты, которые осенью хотят. Золотишечка. Коричневого. Какого-то там, может быть, глиняного. Ну, коричневый. Кстати, вот этот оттенок коричневый. Он даже не коричневый. А какой-то такой вот с примесью фиолетового. И здесь у нас нейлдрессы, которые газета. Это, кстати, вот эти цветные. Газетный принт номер 73. Это просто фэнтези. Я обожаю просто эти декорации. То есть их можно, как вот сделать вот на таком, смотрите, цвете. Не только на белом. На коричневом. На каком-то другом. Ну, то есть абсолютно на разных цветах. На красном даже, если очень сильно хочется. Так и на белом. Просто на прозрачном. На молочке. То есть максимально универсальная декорация. Просто я обожаю их. Ну, круто же смотрится. И чуть-чуть фольги добавили. И уже решила сделать глянцевый. А то все говорят, что вы все время делаете матовый. А вот здесь мой любимый фрагмент. Здесь. Вот. Ну, у меня был тоже на ногте как-то на большом. Я его с огромным удовольствием относила. Прям крутой. Вообще дизайн и стрейнг. Я заметила, в Питере все ходят с дизайнами. С длинными ногтями. Здесь вот уже, смотрите, сейчас покажу. Я тоже ходила с таким дизайном. Вот. Ну, практически такой у меня был похож. Здесь у меня газета. И плавно переходит в сетку. Видите? Кусок газеты и кусок сетки. Он даже оторван. Вот здесь видно. Очень мне понравился этот вариант дизайна. Я просто беру, отрываю прям руками кусок газеты, отрываю кусок сетки и их совмещаю. Смотрите. Ну, а слайдер топ, естественно, кусок оторванной газеты и кусок сетки. Получается вот такой совмещенный микс. Тоже прикольно. Очень смотрится. На этом уже сетка. Просто кусочек, ну, как якобы продолжение дизайна. То есть у нас здесь наполненность-наполненность идет. Здесь совмещается просто газета. Здесь на среднем совмещается газета уже с сеткой. И на безымянном получается как кусок сетки. И все. И дизайн обрывается. Здесь тоже фольга и шармикон. Я вот от этого алмаза просто вообще в полном восторге. Так. Сейчас покажу, на каком он у нас. Вот здесь. Вот здесь. Они есть белые алмазы вот эти. Или бриллиант. Что это бриллиант? Просто пустой. Его можно заполнять цветами, какими хотите. Можно также любую фольгу отпечатать. Зеленый, например, из него сделать. Вообще куча. Куча-куча вариантов. Я люблю золотой. Ну, сюда подошел золотой. Потому что, как бы, знаете, и вроде бы... Вот я приклеила сетку, фольгу. И кажется, вот как что-то вот раз и маленькая такая вот деталька. И она закончила наш дизайн. Ну, а здесь на мизинчике... Мизинчик при таком дизайне, наполненном. Я вообще любить стала на все ногти дизайны. Это сейчас в тренде. Не пугайтесь этого, не бойтесь. Уходите от дизайна на одном пальчике безымянном. Уходите от вариантов на безымянном и среднем. Это вообще трэш, зашквары, как там еще сейчас говорят. Короче, куча слов всяких разных. Вот. Уходите от дизайнов. Ну, я думаю, что это все уже давно знали. Когда у нас сбоку идет какая-то, допустим, роспись, там, вензеля или еще что-то. То есть максимально лаконичный, либо максимально заполненный. То есть сейчас вот две крайности. Это либо вообще там пустые молочные и там где-то по какой-то точечке. Либо вот это когда прям целая композиция. И когда у нас заполнен дизайн на четырех ногтях, у нас мизинец пустым не может быть. Это как бы будет негармонично. Я решила сюда просто уже фольгу и два шармикончика. Ну, вот какой-то такой вариант творческий. И еще один, который уже я сделала. Такой интересный, с необычным сочетанием. Для любителей классики. Но в то же время, знаете, такая девочка, которая любит классического покроя вещи какие-то, черные брюки. Но в то же время, вот, не прочь какую-нибудь изюминку добавить. Сейчас показываю. Третий дизайн. Тоже просто листала, открыла. Я обожаю яркие акценты. Кто смотрит на моем инстаграм, я люблю вот что-то вроде-вроде, а потом раз, бах, и что-то там необычное. Вот такой вариант. Вот такой вариант. Здесь тоже все новые декорации. Новая коллекция. И капелька неона. Как я люблю. Здесь я использовала краску гелевую. Я не знаю, почему я ее кинула в чемодан. Это, наверное, судьба. Потому что она просто лежала. Я на нее смотрю. Такая. И думаю, оранжевая. Осень. Ну, кину. Просто кинула. И тут я вчера листаю. А, это сегодня дело. Сегодня. Листаю гламур. И смотрю вот этот лук. Серый. Холодный. И в то же время, да, она одета, тут у нее голые ноги. И это яркая сумка. Ну, просто же, просто же умереть не встать. Где же вы такие клиенты, которые такое носят? Я здесь. Я здесь. Я не могу себе мастера найти. Тут я тут. Да. Пошлет. Вы знаете, у меня, вот смотрите, вот почему. Я не знаю, я когда читаю, пошли мне бог клиентов, которые такой, я не могу немножко понять. Я работала мастером в салоне и закончила карьеру мастера уже три года назад. Но проработала семь лет в салоне. У меня ни одного клиента, ни одногошеньки. Вот клянусь, может быть один или два максимум, чтобы прям не клясться. Никто не уходил у меня без дизайна. Вот ни одна живая душа. Я умею продавать дизайны. Я дизайн продам, понимаете, самому консерву. У меня была клиентка, которая делала только покрытие. Она ходила один и тот же цвет. А меня просто шкандыбит. А я смотрю на нее, думаю, блин, ну такая тетечка. Ну прям, ну огонек. Какого хрена она ходит без дизайна? Я ее просто, я с ней живой не знаю, я потихонечку, потихонечку вселяла в нее эту мысль. И она у меня через полгода стала делать дизайны. И потом все три года она ко мне ходила в салон и делала. Причем, знаете, какие дизайны делала? Такие, ой, Аня, ты знаешь, что ты сделаешь. Ты знаешь. У меня были и арки, и пайпы клиенты, и выкладные френчи, и безумный леп. Вот чего только у меня не было. Понимаете? Когда вы делаете это, вы это умеете делать, вы от этого кайфуете, вы делаете это быстро, не в ущерб времени, тем более сейчас, раньше-то рисовали всю вручную, и умеете продать клиенту дизайн. Если у вас на столе вот ничего не лежит, у вас не лежит элементарно дайджест хотя бы с готовыми вариантами, в дайджесте, девочки, в дайджесте я делала все варианты, которые просто вот тяп-ляп. За три секунды. Ну за три секунды. Здесь нет ни одного дизайна, который бы делался долго. Все быстро, все на скорую руку, все в рамках салона, так, чтобы можно было быстро успеть сделать. Если у вас не лежит ничего на столе, и клиенту некуда упасть глазу, понимаете, если даже она делает дизайны, но она, может, это в душе хочет, у нее глаз должен видеть, привыкнуть, что-то должен зацепиться, понимаете? Не все люди вообще творческие, не у всех вообще это в голове есть. Фу, да какой там дизайн? А вы один раз попробуете потом, ее за уши не оттащишь. Дайджест обязательно лежит, декорации лежат, обязательно лежит какая-то планшетка с вашими дизайнами. И если у вас-то все лежит, у вас клиент делал, я в это не поверю никогда в жизни. Вот никогда. Можете мне даже не рассказывать. Так, вот. О, у меня готовы все. Пожалуйста. А можно поближе? Конечно, можно. Это, кстати, вот сейчас расскажу, что здесь я использовала. Сразу расскажу. Так, здесь у нас оттенок. Видите, там еще пайеточки подматываю. Там не так все... Там это многослойный дизайн. Я такие дизайны люблю. Они смотрятся сложно. При том, что они выполняются быстро. И никаких супернавыков... Фу-то, суких супер. Никаких навыков не нужно иметь. Просто нужно уметь компоновать и составлять. Можете скринчест сделать. Но это все обязательно выложу. И у Кати в сториз. И себе тоже. Здесь у нас идет оттенок фести-сорок-два. Здесь у нас, естественно, вот этот белый, который шикарный, невозможный. Господи, куда я уже его делаю? А, вот он. А, 246. Да, вот два этих одинка. Кстати, 342-й тоже шикарный. И он тоже к абсолютно любому оттенку из этой коллекции подходит как смежный. Ну, то есть как связка. Видите, здесь один ноготь я всего сделала. А он здесь очень кстати. Вот эти неожиданные сочетания, казалось бы, несочетаемые. Они сейчас в тренде, вот опять-таки на одежде, пожалуйста. И такого сочетания, вот я гламур открыла, это просто сплошься рядом. Везде какая-то, вот какой-то акцент. Вроде классика, вроде спокойные цвета. Но что-то есть яркое. И если будет такая сумка и вот такой маникюр, и даже просто будет секс. Просто оргазм для глаз. Листа тоже самая. И листа. Слушайте, у меня все... Ладно, не буду это читать. Решайте эту проблему. Думайте, почему у вас не делают. Думайте. Где-то, значит, что-то надо где-то поковыряться. Так. И, ну, у кого-то же делают, у кого-то не делают. Почему у кого-то делают все, у кого-то никто. Возможно, комфортно вам в таком формате работать. И комфортно клиентам в таком формате. Есть мастера однотон, только делают, вообще не делают дизайна. И у вас своя клиентура. Это нормально. Я просто говорю о том, если вы хотите делать дизайн, и вам некомфортно работать в однотонке, то меняйте тогда что-то. Либо свое отношение, либо предлагайте, продавайте. И клиенты пойдут такие же. Знаете, тут дело того, чего вы хотите. Если комфортно, вообще, ну, все же разные. И тропикана. Это краска гелевая. Если нет краски, подойдет оттенок 0,49. Он очень похож. Ну, в общем, можно какой-то любой, оранжевый, неоновый взять. Мне кажется, сюда даже подойдет оранжевый, не неоновый. Но, ну, если вот так убрать. Но, вот, неон здесь, ну, согласитесь. Ну, прям, оно. Рыжий, это какой номер? Рыжий, это тропикана цвет, гелевая краска. Если нет краски, 0,49 оттенок из неоновой коллекции, шикарно подойдет. Если вдруг нет, есть еще пигмент сухой. Я, вы знаете, для чего кинула? Я буду проводить пятницу для девочек и мебро мастер эфир. И я там буду пользоваться нашими пигментами неоновыми. Придумала штуку одну, креативную. Короче, неоновый пигмент можно взять. Можно втереть его, там, в 0,01 белый лотос. Можно его размешать, например, с тем же 0,1 оттенком чуть-чуть. Можно его добавить в оранжевый, не неоновый цвет он станет неоновым. Можно смешать его с базой и покрыть на белый или без белого. То есть с ним можно сделать кучу манипуляций, чтобы получить подложку оранжевую. Все, есть. И дальше по дизайну пройдемся. Здесь у нас покрытие выполнено, просушено 30 секунд. Затем, блин, на черной перчатке некрасиво. Затем слайдер топ, естественно, безусловно. Без слайдер топа мы не делаем никакие дизайны с nail-дрессами. Слайдер топ 30 секунд. Вот на слайдер топ я приклеила nail-дресс вот этот сухоцветики. Не 5D, он просто обычный. Это просто для мозаичного такого дизайна конструктора. Вот такие маленькие элементы, они незаменимы. То есть, видите, я там где-то чего-то бросила, сверху что-то. И они смотрятся вроде сложно, но выполняются быстро. То есть я люблю вот такие вот маленькие элементы. Очень люблю. Ну, люблю, конечно, и на весь ноготь, но есть девочки, которые любят такие маленькие элементы. После того, как nail-дресс нанесла, приклеила, естественно, ультрабонд. Мы прошлись. Сверху еще раз слайдер топ. И потом вот на этом этапе пайеточки маленькие. У меня какие-то валялись круглые, вот такие обычные. Я не знаю, у каждого они, наверное, мне кажется, есть. Приклеила их. Затем на липкую поверхность, я же покрыла слайдер топом, еще слой nail-дресс. Видите, это черный. Это уже тоже nail-дрессы, но только уже из другой коллекции. Сейчас я вам их покажу. Где я их делала? А вот они, вот они. Вот, то есть эти были цветные, а эти черные. То есть сначала нанесли цветные, приклеили пайеточки, перекрыли слайдер топом, приклеили черные. Все, и сверху матовые. То есть здесь два слоя. То есть слой слайдера, nail-дресс. Еще слой слайдера, nail-дресс. И матовые топы. Ну и пайетки, они просто, я их на липкий слой приклеила, подсушила и точечно перекрыла слайдером, чтобы там толщины никакой не было ничего. В принципе, все просто, но смотрится очень прикольно. Все. Это вот три дизайна, которые я вам показала. И сейчас мы с вами вместе придумаем дизайн для бизнес-леди. Я уже типсы подготовила. Ну как бизнес-леди? Ну бизнес-леди такой, современный. Потому что ногти у нас будут длинные и формы балерина. Так, аккуратно удраем. Хотела вам еще, кстати, сейчас покажу сразу. Гламур. Ой, не хочется убирать свою композицию, но придется. У меня сегодня прям вдохновение. Я вот сделаю себе ногти, потом еще посижу, наверное, порисую. Короче, смотрите, какой он классный. Во-первых, он очень творческий, креативный. Сейчас матовый. Пахнет просто... И у него все листы вот такие, как книжные, матовые. И вот его хочется трогать, его хочется листать. Вот смотрите, смотришь и уже вдохновляешься. Вот я вот только посмотрела на этих двух девочек. Я уже хочу сделать дизайн с клеткой какой-нибудь. И добавить клетки какого-нибудь сиреневого оттенка. Или нового из коллекции эгоизма. Вот здесь тоже, кстати, оп, тоже. Раз-раз черно-белая, а сумка вот такая яркая. Вот какая-нибудь вот такая. Нет, может даже розовая какая-нибудь. И тоже, смотрите, какие крутые сочетания цветов. Смотришь и сразу хочется что-то рисовать. Вот опять-таки. Такой коричневый цвет. Кстати, очень хорошая идея. Коричневый оттенок, опять же, из новой коллекции. И в сочетании с желтым яичным. Вот сумка такая, пиджак. Сделать дизайн такой в сочетании с желтым. Может даже он будет и консервативным. Так, в общем, вот откуда я беру идею. Если вам это интересно и вы хотите творить, пожалуйста, welcome, Роспечать вас ждет. Ну, а мы перейдем к дизайну. Я хочу использовать декорации, которые я использую редко. Ну, как редко? Ну, редко. Как редко. Потому что я, ну, как бы люблю такое больше, что я вам показала. Вот, например, шермиконы. Здесь даже нет номера. Ну, я думаю, что нам напишут. Аня, покажи еще раз журнал. Гламур. Журнал Гламур. Новый выпуск. Последний. Я скупила вчера все журналы, которые были новые. Еще не открывала даже, даже не открывала собаку. Купила его из-за Насти Ивлеева. Я ее безумно люблю. И не открывала еще ВОК. Он прям тяжелый. Новый. Там еще какая-то добавка, вложение к нему, как всегда. И еще не открывала Эль. Вот. Это три журнала, которые я даже не открывала. Да я и тени долистала, если честно. Сразу вдохновение поперла. Вот. Вот эти шермиконы, они такие вот для бизнес-маникюра, для девушек, которые, девушек постарше, которые любят сдержанные какие-то дизайны, лаконичные, возможно. Ну, я опять-таки говорю о том сразу, что у меня не получится делать лаконичный, потому что я уже сразу чувствую, что я тут сейчас наваяю. Вот. И к нему же очень хорошо сочетаются надписи. Вот в таких дизайнах, брендовых дизайнах, в дизайнах бизнес-маникюр очень тяжело обойтись без надписей. Мне нравится использовать надписи. И какие мы еще возьмем сейчас с вами? А, ну куда же, конечно. Конечно, конечно же, конечно. Вот любители есть таких вот элементов, маленьких, тоненьких, аккуратных, таких, чтобы не было заметно на ногте. То есть... Вот это уже, вот это уже подходит. Намек, надо купить. Значит, ладно, не читаю. Отвлекаюсь. Кто-то любит такие тоненькие элементы, которые незаметно, они как пошли, несколько лет назад, вот так и остались. Мне очень нравятся здесь вот эти элементы. Они мне напоминают тетрис почему-то. Да, есть такое, чтобы они были такими вот фигурными. Точно тетрис. И они, кстати, очень классно. Очень классно. Смотрятся на ногтях. Эти элементы, они вообще-таки прям строгие-строгие. Их можно сделать, как под брендовые к сумке, как застежку из нее можно сделать, как просто отдельные элементы на несколько пальчиков или на все. И надписи, разумеется. Так. Так-так-так-так. Брендового у меня. К ним хорошо подходит очень. Гусиная лапка. Луи Виттон. Луи Нелдресс. У нас же есть базовые. Я их не взяла. Вот. Гусиная лапка. Луи. Мне очень нравится. Вот я здесь сделала. Вроде он как и брендовый, но современный. Современный. Очень классно смотрелся. Но вот с этим я сейчас хочу вам показать дизайн. Если у вас дайджеста нет, можете сделать скрин. Вот. Посмотрите. Вроде бы дизайн брендовый. То есть это под брендовый я делала. Но уже такой осовремененный больше. Вот. Мне он прям очень сильно зашел. Здесь я добавила надписи как раз-таки из этого шермикона и элементы из этого. Такой вот брендовый маникюр в современном, как говорится, исполнении. Так. Где еще я их использовала? А, вот. Вот тоже. Вот. Для девочек, которые любят лаконичность. Но, знаете, вот что-то хочется. Что-то хочется нюдового. Чтоб не сильно бросалось в глаза. Может, там дресс-код у кого-то. Такие маленькие элементы они. И опять-таки, видите, вот если этот ноготь убрать, вот так. Да, просто чисто два элемента. Да, это новый дайджест. Это новый. А я вот, ну, мне всегда тянет чего-то креативного. Раз. Абсолютно с другой оперы. Но он сюда. Заходит. Кому не заходит, можно просто закрасить нюдовым. Мне заходит пипец как просто. Сайт эмишоп.ру. Все есть. И дайджесты, и декорации, и краски, и гейдлаки. Все-все-все. Ну вот. И так как я сегодня работаю с коллекцией новой, предлагаю вам, предлагаю вам сделать дизайн с цветом, который как раз-таки подбрендовый для бизнесвумен 345-й. Такой вот, как ее, как же она называется? Карамельная помадочка, пудровенький такой, вот нежненький, прям вот вкусный, короче. Но мне очень нравится сочетание этого оттенка с 343-им. Сейчас покажу вам их рядом. 100% вам сразу понравится. Смотрите. Они очень классно сочетаются вместе. Сочетаются? Сочетаются. И да, я сейчас сделаю дизайн и добавлю вот этот оттенок. Сразу. Как я обычно делаю? Я беру 5 ногтей. Я люблю делать на 5 сразу дизайн, чтобы видеть сразу композицию. Я по одному ногтю вообще не понимаю. Я либо 3 делаю, либо 5 всегда. Все, уже попротыкали свои перчатки. Итак, берем всегда. Я беру так. Либо вот эти 3 и над ними начинаю ваять. И потом эти как дополнение использую. То есть несколько схем есть разработки дизайна. Либо я вот так делаю, вот эти убираю, оставляю эти 3 и с них что-то ваяю, такую общую композицию, а эти как связку потом дополняю. Либо вот так. Вот эти 2 убираю, большой и указательный. оставляю вот эти 3 мизинец безымянные и средние. Из них делаю композицию, а эти потом как связка идут. Вот тогда проще. Тогда понятно. Можно 2 брать, но 3 сейчас круче. Потом можно накосипорить. В смысле несочетаемое получить. Так, я сейчас предлагаю так как у нас брендовый маникюр. я беру вот эти большой. Я когда Вере Николаевне делаю, я сейчас в основном за основу беру именно этот способ. Большой, указательный и средний у нас будут как главная композиция. Мизинец безымянный, потом мы уже решим что с них сделать. Просто, скорее всего, либо покрытие, либо пустые можно даже оставить. Итак, так как у нас основной цвет будет 345, мы смело можем покрыть большой однотонным. И потом мы с вами уже посмотрим добавлять. Ой, он с шиммером же еще, я уже и забыла. Тут же у него еще мелкий-мелкий шиммер. Очень красивый такой прям нежный. Да, сейчас последние коллекции все плотные. Много перчаток черных высветляется фон. Все, покрыли. Первый слой сушен. Второй. Угу. сейчас в конце, знаете, как вы скажете сто процентов, обещала бизнес сдержанный маникюр, нахерачила. Да, так и будет. Так и будет. Ну, вам показала я в дайджесте, да, вот если прям вот сдержанный маникюр, его не нужно показывать, да, что вы там не знаете, как сделать сдержанный маникюр, ну, покрыли однотоном бежевым и там на один палец приклеили шармикон, все. Мне это неинтересно. Так, покрыли. Сейчас можно сразу уже идти к большому, наносить второй слой. Если постараться как бы нанести такой не сильно плотный и не сильно размазанный слой, то можно в один слой покрыть. Я, знаете, вот мастер такой, уже у меня эти все движения базовые, они устаканились. У меня уже покрывается само такими слоями, чтобы, ну, для двух раз. Я в один слой не любитель. Я объясню сейчас почему. Вы даже вот многие спрашиваете. Вот он плотный, а что вы один слой не покрываете? Ну, блин, девочки, это такая вот базовое понятие, которое должен знать мастер просто даже который неделю отучился. Мы, когда покрываем первый слой, вот вы, наверное, видели, да, смотрите, он в центре будет более плотным, а по краям он будет как чуть прозрачный, потому что гелевая консистенция имеет свойство подскакивать от кутикулы, подскакивать с боков при первом слое и давать такую легкую прозрачность, понимаете? Ну, даже если вы тщательно обезжирили, а если вы покрываете на липкость базы, то это абсолютно нормально, что текстура подскакивает, именно поэтому проще, чище, красивее, эстетичнее, и, блин, потухло не вовремя, просох, ничего страшного, эстетичнее и профессионально вот не тухни, покрывать в два тонких слоя, ну, не прям-таки размазанный, а в два нормальных тонких слоя, чтобы было ровно, наполнено, и у кутикулы, и по торцу, и по боковым линиям. Знаю, что про сырье, я знаю это, я про сырье спросила, вот мои резиденты тут уже отвечают на вопросы, кстати, да, у нас будут все клиенты уходить с дизайном, да, девочки? Сто процентов все клиенты будут уходить с дизайном, и мне очень хочется добавить все-таки nail dress, ну, не могу я, ну, не могу я, и вот, смотрите, либо вот этот, хочется тонко, тонкий какой-то узор, либо вот этот, который с надписью, вот какой бы вы добавили к нашему дизайну, на наш цвет, какой бы вы использовали, фрагмент надписи или лица, давайте проголосуем, почему лак не гладкий, гладкий он, он с шиммером просто, и так ложится, он абсолютно, абсолютно гладкий, вот абсолютно, полностью гладенький, лица, он с шиммером, спасибо, девочки, мои хорошие, с шиммером, да, надписи, надписи, давайте еще, еще несколько, надписи, надписи, лица, 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 ну-ну-ну-ну-ну, лица, лица выигрывают сейчас, надписи, так, мне кажется, надо остановиться, либо мы так и не выберем, это, иероглифы, и всякие там, ладно, сейчас, ну, почему ни один человек не написал и то, и другое, я так ждала, кто-нибудь напишет, давайте и то, и другое, ладно, ну, смотрите, можно и лица сюда, можно и надписи, и вообще, абсолютно не важно, нужен какой-то тонкий элемент, почему я говорю про тонкий элемент, если мы добавляем на дизайн, какую-то такую блямбочку, которая заполнена, то нужно, как подложку, nail dress, видите, использовать, это, знаете, я так смеялась, девочки, прикол, хотите, это сейчас вот, пойдете домой, приколитесь над кем-нибудь, я надеюсь, сейчас Оля меня не смотрит, короче, спросите у своего друга, или у мужа, или у еще у кого-то, из близких, короче, если хотите поржать, спросите, Винни-Пух, это кто, свиня или кабан? Господи, 90% отвечают, что это кабан, хотя Винни-Пух, это, этот, медведь, и ржите на здоровье, это, знаете, это вот про это, выбор, если даешь человеку выбор сразу, у него мозг как отключается, я Оле спросила, говорю, кто такой Винни-Пух, свиня или кабан, она сама была в кухне, она в ванной, и такая затихла, думаю, 30 секунд, сейчас догадается, и она кричит, кабан, я просто чуть не умерла, поэтому, когда человеку даешь выбор, у него сразу какое-то другое восприятие, так, наносим слайдер, и то, и другое, хотя, как прошлый синий, продержались у вас, как прошлый синий, с красным ногтем, продержались у вас, мне не было такого, не слышно, все слышно, звук подкрутите, так, слайдер топ берем, это не Катя, девочки, неужели у меня перепутали с Катей, Таня, колод, слышно, все слышно, все слышно, это просто, когда заходят, бывает, знаете, сразу в эфир, а звук у них выключен, и не слышат, кнопочку наболтать надо, просто и все, так, я хочу сделать, мелдресс, на два ногтя, на большом, и на указательном, необычно будет, но это нестандартное, нестандартное решение, я такие решения люблю, чем нестандартнее, чем креативнее, вот из всего такого, знаете, вы когда идете на риск, то есть когда, а попробую вот так сделать, как это будет смотреться, а попробую вот так, а как это, как это будет смотреться, вы когда идете на риск, у вас есть вероятность, что родится какая-то гениальная и прикольная идея, то есть когда вы делаете по накатке, она, и все уже. Вот я привыкла делать два пальца, все, и пошла всем. И на ком-то сделала удачный какой-то вариант, и пошла всем его хреначить. У вас теряются теряются вот эта связь с креативностью, то есть все одно и то же, одно и то же. Пробуйте новое что-то. Из этого всегда получаются какие-то прикольные решения. Как рождаются вообще все идеи вообще у любых людей, художников, там, не знаю, это все риски. А попробую сделать вот так. А если вот не так, а вверх ногами, то как это будет? И тогда что-то, что-то, что-то родится. Так, ну что? Можно, вот смотрите, ну красиво. И этот красиво сюда. Просто смотрите сверху. Вот не любите на ляписто ничего. Просто покрыли цвет, нанесли на два ногтя надписи, все, будет очень-очень круто. И лица сюда круто, и эти тоже сюда круто. Я даже не знаю. Так, ладно, сейчас будет вам сюрприз. Где мои ножнички? Где мои ножнички? Ладно. Делаем лица. Все, не будет сюрприза. Здесь очень круто. Смотрите, еще задумка, какая декорация была. Почему полностью на лист? Кстати, скажите, кому заходят декорации в таком варианте, когда полностью забита площадь? Почему вообще такая идея родилась? Ну, как вот и здесь тоже. Чтобы вы могли, вот смотрите, взять, вот так, резал-резал, пошла. Вот тут элемент. У вас уже получается из лиц переходит в буквы. И вы вот этот элемент клеите на один ноготь. Вот этот элемент тоже, смотрите, прикольный. А тут вообще можно вырезать и сделать четыре наилдресса на одном ногте. Ну, то есть тут как, знаете, какая... Где я такие типсы взяла? Да бог его знает. Зашла в какой-то магазин китайской ерунды всякой. У меня не было типс. Купила их там за 140 рублей, что ли. А, эти, я их выпилила из квадрата. Я и острые вот эти девочки. У меня все типсы одной формы. Я пилю ни разу, мне кажется, даже когда Катя еще на девятом этаже была, я ни разу не сделала форму, которая была у типс. Эти тоже из квадрата выпилила. И овальные вот те с коричневым дизайном тоже выпилила из квадрата. У меня типсы вообще вот такие самые дешевые квадратные. Я обрезаю сначала ножницами вот так чпок, чпок и пилкой подпиливаю. Острые просто вырезаю. Вот середину нахожу вот здесь. Вырезаю вот так раз, двас и подпиливаю. Все, очень быстро. Разную форму. Я еще, у меня есть еще задумка сделать, знаете, как раньше носили вот эти скошенные. Я сделаю сегодня обязательно такой дизайн. Так, поехали, лица. Но сюда, вот знаете, я бы не стала вот именно в данной композиции на оба ногтя делать полностью лица на весь ноготь. Мне вот хочется как-то, чтобы они были все-таки не полностью. и вот раньше у нас мы делали как-либо пополам, либо вот так мы отделяли. Можно сделать вот так. то есть, какие-то варианты необычные сюда сделать. Я хочу сделать пополам, потому что там у меня будет элемент. Я просто их разрезаю по глаза. Что-то у меня такое настроение веселое. Мне кажется, хватит даже, если я вот так разрежу. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Ищем пинцет. Это может затянуться, конечно. Хотя я сегодня все готовила. Нет, все на месте. водичка. У меня уже тут пусто в стакане. Водичка. Рюмка. На секундочку. Не было мелкой посуды. Ой, маленькой никакой чашечки. Аня научит нас. Чем покрывать, чтобы пленка пропадала? Сейчас. Сейчас все покроем. Не боитесь. Я делаю вот так. Можно просто сдвинуть. Так. Наверное, это на большой. Чпунь. Чпунь. И растягиваем. Если чуть не хватает, на адресы очень хорошо тянутся. Их можно растягивать по поверхности. Вот так. чуть-чуть лицо стало таким азиатским. Но это его не портит абсолютно. Вот. Растянули. Растянули, чтобы не было складочек. Если вы в перчатках, то вы можете смело перчатками, прям ручками разглаживать. Если вы не в перчатках, то лучше, конечно, палочкой. Зажиривать поверхность я вам не рекомендую. второй. Второй, второй, второй. Тоже смачиваем. Пока первый, второй клеится, первый сушится, досушивается свои законные 30 секунд. Смотрите, после того, как приклеили на адрес, мы же сушим 30 секунд слайдер топ. На адрес приклеили, досушиваем в лампе, чтобы он прям прихватился к липкому слою. Досушиваем в лампе и потом уже начинаем с ним работать. Он такой, знаете, деревенеет и хорошо потом счищается пилочкой. Да? И когда вы начинаете его ультрабондом обрабатывать, он не ползет. Приклеили. Второй. Сразу вижу, когда его так, фокусируемся. Вижу, когда его, сразу вспоминаю музей Рарта. Вот это вдохновение. Чистая воды Катя, кстати, так не попала в него. Катя, если ты слышишь, приезжай. Погуляем. Сейчас такая осень в Питере, господи, вчера вообще была такая фантастика. Все, берем пилочку, тщательно. Вот этот момент, его все пропускают. Ну, не все, но многие. Особенно с торцов. Вот здесь тщательно счищаем пленку, чтобы нигде не осталось ни кусочка наилдресса. Иначе пойдем начнем облазить. Я на клиентах хочу, знаете, вот так сейчас покажу, ну, расскажу точнее, что я делаю, чтобы 100% наилдрессы носились хорошо. защищаем. Следующий этап это ультрабонд. Вот вы спрашивали, что наносить, чтобы пленка пропадала. Ультрабонд. Но, девочки, мой вам совет от души душевно в душу. не используйте один и тот же ультрабонд для работы с наилдрессами и для обработки натуральной пластины перед наращиванием и моделированием и укреплением. Потому что вы, когда делаете вот так, вот так, да, на кисточке остаются куски клея и пленки. и обратно вы ее туда засовываете. Ультрабонд густеет, мутнит и уже на ноготь на натуральную перед моделированием вы наносите. Он блестит такой липкой-липкой пленкой. Может давать плохую адгезию. Может от этого идти от слойки. Должно быть два флакончика. Один для обработки ногтевой пластины, другой для работы с наилдрессами. Так, вы просто купили один раз, он закончился. Вы купили второй раз и купили еще 100 мл, допустим. И потом вы эти флакончики доливаете, что, во-первых, это выгоднее, во-вторых, чтобы вам флакончики другие эти не выбрасывать. Все, сделали. Сделали, на третьем у нас наилдресса не будет. Все, после того, как мы нанесли ультрабонд, я на клиентах наношу слайдер топ. Ну, мы обязательно его наносим полностью. Но, как я наношу? Я наношу сначала либо тонкой кисточкой, либо этой же кисточкой, вот так, по периметру. Самое главное защитить периметр торцы. Вот так нанесла, посушила в лампе, там буквально он прихватился 30, максимум 30 секунд, и наносим уже полностью слой. Понимаете, чем тщательнее мы защитим торец, тем дольше проносится любой слайдер, любой наудресс. Все, и теперь уже также точно обрабатывая торцы, наносим полностью. это прям вот как на клиенте я бы сделала. на типсах, понятное дело, можно эти все этапы посокращать. Все, и начинаем дальше уже декорировать. Я хочу взять эти элементы, они мне очень нравятся, они клево смотрятся, именно когда милдресс на пол ногтя, и как связка, вот здесь, сейчас, вот таким образом элемент. но, вот так можете сделать и так, очень клево, вот прям вот, вот, все, и будет прям вот максимально такой лаконичный, но очень стильный, современный. Я бы на этом, конечно, не успокоилась, я бы в качестве подложки нанесла какой-то цвет, или яркий, и на него бы приклеила, либо вот тот, который я вам показала. можно сделать, допустим, вот здесь квадрат или прямоугольник, я сейчас его и сделаю, не успокоюсь, квадрат или прямоугольник, и на него уже приклеить, а пока сушится, я покрою вот эти, которые у нас связка однотонная. Ой, все, я, кстати, вот такой маникюр себе сейчас буду делать, на мои острые ногти, ну, не острые, конечно, такие миндальные, этот цвет будет просто экстазом, но я не обещаю, я могу передумать, конечно, ну, это что вообще, это законно? Ой, боже мой, по чесноку, признаться, это самый любимый цвет мы в этой коллекции, самый любимый, прожи, божи, божи, ложится, конечно, как просто, песня льется, не будем спешить, смотри, с такими плотными, однотонными цветами, не спешите никогда сушить, ну, то есть там промежуточно, 15 секунд, и потом, типа, быстро второй слой, досушивайте минуту, первый слой обязательно, потому что, если слой, герлак плотный, он, значит, пигментированный, может плохо просыхать, то будьте вот здесь чуть-чуть повнимательнее, так, сушим, так, я возьму кисточку, извините, шатаю, у меня что-то сегодня так неудобно с этим крепежом, максимально, берем этот же оттенок, здесь можно несколько вариантов сделать, вот я, как я вижу, я бы вот могла бы сделать, например, и кругом вот так, вот смотрите, кисточка же круглая, ну, вот таким образом, например, и потом эту бляшку, но бляшка квадратная, ну, и нужно вторить ей движение, я сейчас намечу вот так себе, и кисточкой тоненькой, да, работаю прямоугольник, это будет у меня, это будет прямоугольник, кисточка у меня линеарная, 5.0, белая синтетика, линеарки, это идеальные кисти для тонких линий, если это клиент, конечно, у меня будет вот так перевернута рука, в другую сторону, не буду здесь даже второй слой делать, он мне как-то позже мой, цепляюсь, он мне тут ни к чему, просто сделаю так, чтобы первый слой был хорошо наполнен, так, вот здесь чуть-чуть расширим, так, так, что такое, чуть-чуть, чуть-чуть, капельку добавим, и снизу выровняем, с прямыми линиями, я надеюсь, у всех все хорошо, сейчас посмеялась, есть девчонки, которые говорят, господи, мне там проще цветок нарисовать, чем прямую линию вывести, но прямые линии нужно уметь, это, кстати, базовые такие навыки мастера, дизайнера, да, уже, стилиста, которые обязательно должны у вас быть, с прямых линий начинается все, когда перестает дрожать рука, когда вы можете нарисовать прямую линию, все уже, там уже все дизайны, ноги основаны как раз-таки на выведении прямых линий, так, здесь у нас уже подсох однотончик, мы его перекрываем вторым слоем, и тут торчат у меня по бокам махра, это я пилила типсы, пилила форму, не дочистила, видимо, все и спокойно уже цвет досушиваем, продолжаем, не знаю, так, это у нас большой был, да, а это был большой, это был большой, так, а это у нас указательный, правильно, правильно, ну, здесь мы, конечно же, тоже добавим, но здесь можно чуть-чуть по-другому пойти, поменять схему, так сказать, кстати, к этому дизайну было бы круто использовать паутинку, здесь я прям хочу квадрат вот так сделать в центре, наметили, вот опять же, если тяжело рисовать прямые линии, вот так сразу с нуля, вот нет этого понимания, хотя бы делайте так, определяйте себе границы, ну вот так, раз, два, допустим, если это квадрат, три, четыре, и можно даже вот так идти, там, еще несколько точек, еще несколько, вот, намечать, еще несколько, и потом их соединять, эти точки, то есть, вот таким способом вам будет проще, все, их уже соединяем, вообще, конечно, сейчас, такие варианты дизайна, которые не требуют художественных навыков каких-то, но прямые линии, прямые линии, это базовая, базовый навык, поэтому учитесь прямые линии рисовать обязательно, линия арками, это вообще проще простого, знаете, прямые линии, это такая тема, вот, нужно просто сделать там 150 повторений, и все, и на 151 уже все, эта линия, она уже отточенная, но потом опять, если долго не рисуешь, вручную, опять все, забывается, это я тоже, как в Питер переехала, долго не делала ничего, ни маникюр, ни ногти себе не делала, ну, где-то, наверное, месяца два вообще не рисовала, то я каждый день же что-то делала, а то вот все, полное затишье, села потом Оле делать маникюр, и поняла, что вообще руки вообще не слушаются, потому вот в нашей профессии, это такое дело, нужно не забывать, периодически повторять, особенно если вы выучились на какую-то роспись, то я тоже по себе знаю, сложные, например, какие-то дизайны, если вы выучились, и вы этого не повторяете периодически, вы этого не делаете, ну, как бы все, можно идти заново учиться, сто процентов сейчас есть и девчонки здесь, которые учились на жестово, на китайку, и нифига не делают, хотя это сейчас тоже очень-очень трендово, если это уметь круто делать, и таких мастеров их вообще мало, потому что отучились, и забыли, все, сушим, достаем наши однотончики, достаем, ой, какой цвет, мама моя дорогая, все, это у нас большой, сейчас мы уже начнем вблизиться к финалу, это у нас безымянный, это у нас мизинчик, так, тот пусть спокойно сушится, что мы делаем дальше, у нас будет шармикон, поэтому мы наносим топ текласс, шармикон будет, сейчас, где я его буду делать, шармикон будет вот здесь, ну, ниже к концу, ну, в центре можно сказать, поэтому, если вы клеите, шармиконы на фрагмент, а не полностью на весь ноготь, то на какой, черт спрашивается, наносить текласс на весь ноготь, во-первых, расходовать материал, во-вторых, утолщать архитектуру, вот нужно в центре сделать, вот в центре и покроем, ну, вот так, мазнули, сушим, то же самое здесь, у меня будет шармикон, прям в квадрате, я еще потом им пастой буду обводить в конце, так, вот так, тынь, 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 вот, да, на чертам не наносить на весь ноготь, ноготь только толще будет казаться, все, на этих у меня двух не будет ничего, поэтому я могу их спокойно сейчас покрыть матовым топом, матовым, почему сейчас покрываю, вот я показывала глянцевый вам дизайн один, все отсвечивает, еще ничего не видно, матовым, вот правда, на фотках, вы потом можете, допустим, как хотите делать, глянцевый, матовый, покрывается в основном, знаете почему, потому что преломление света, искажается рисунок, не видно мелких деталей, когда глянец, волосня какая-то, поэтому в основном делается для дайжеста, для какой-то рекламы, для еще для чего-то делается матовым, ой, мы с вами уже больше часа тут, трендим, сейчас скоро буду заканчивать, вот, угу, ждем пока чуть самовыровняться, если нужно вот так капельку, я кстати топ, когда покрываю клиентам, ну клиентов нет, моделям или себе, даже топ переворачиваю, так на 3 секунды, каждый слой, и даже цвет, второй слой, когда на клиентах работала, покрывала, и вот так переворачивала на 3 секунды, все, мы добрались, добрались, покрыли, высушили, что мы хотим, ну вот, мне вот этот хочется, почему-то золотой, хотя здесь и серебряный будет хорошо, но золото, так как теплый оттенок гирлака, вот смотрите, когда вы делаете теплые оттенки, конечно же круче будут смотреться золотые элементы, потому что они тепленькие, ну вот этот тоже будет хорошо, большой, ну мне нравится с бляшками больше, мне нравится еще вот этот очень стильно, я бы вообще сюда два бы прифигачила, и голову не морочила, так и сделаю, смотрите, один вот такой, сразу начинает проситься, чтобы у меня нижняя бляшечка была вот здесь на стыке, что не досушила, Teclas, да, чуть-чуть не досушила, ладно, приклеили, и вот эту бляшечку еще, еще сверху сделаем пастой, так, выровняли, сюда, кстати, клепки будут классно, у меня их нет, но они есть в продаже, золотые клепки, я очень часто их использую в брендовом маникюре, вот сюда будет окрас клепку, и два клепку, сейчас засушу чуть-чуть, о май гад, ой, я зацепила, вот, вот я клиент, вот этот, которого все не любят, сейчас я его еще сверху раз покрою, я клиент, который промазывает в лампу, я, кстати, была, когда последний раз в Ростове, в бутике, после интенсива, тоже вот так промазывала, постоянно, так, и вот такой у нас есть, сюда можно и длинненький пустить, в принципе, но я бы все-таки повторила процедуру, опять-таки сюда, они у нас все-таки такие похожие, как близнецы, и вот такой, можно вот так сделать, чтобы не были они сильно одинаковы, переворачиваем, и вот так, ромбиком, то есть квадратик, он всегда может стать ромбиком, ой, а тему мы не написали, коллекция декораций, весна, осень, ось, господи, весна, осень, да, 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 осень-зима, осень-зима, вот наши два мгатулечки готовы, перед тем, как покрыть матовым топом, если это был бы клиент, я бы взяла теклос, ну или слайдер топ, что есть, чем пользуетесь, неважно, и вот так точечно тоже, там только, где шермикон перекрыла, обязательно, потому что матовый топ, если вы будете им покрывать, он мягкий, он начнет со временем, с поверхности подтираться, у шермикона все-таки есть толщина, какая-никакая, и он может просто начать облазить, точечно перекрыли, и минуту высушили, все, вот эти бусечки матовые наши готовы, на этом должна быть какая-то связка, сейчас мы с вами вместе подумаем, какая, потому что два заполненных ногтя, и один пустой, вообще ни к селу, ни к городу, сейчас мы подумаем, наносим матовый, у нас должна быть обязательно какая-то схема, вот мы два взяли, из них сделали композицию, которая между собой сочетается, и у нас остался один, который пустой, да, ну не может так, чтобы два ногтя забитые, вот такие, и три, просто однотонные, нужно сделать связку, связка, что значит, это когда у нас один ноготь, не полностью заполненный, но и не пустой, такой, чуть-чуть на нем, и второй, да, клепка сюда, и вообще просто, фэнтези, фэнтези, но нет у меня сейчас клепки, блин, да, клепка, конечно, была бы в тему, сушим, 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 и сюда, что мы сделаем, я предлагаю все-таки, ну в принципе, вот как бы я бы сделала, честно, если прям положа руку на сердце, но у меня просто нет больше, по-моему, такого, хотя, мне кажется, что нам хватит, я бы просто на весь ноготь сделала бы лица, без ничего, ну и было бы прикольно, мне так кажется, хотя можно разрезать, о, смотрите, сейчас мы все сделаем, давайте лица, просто без декорации, без ничего, на весь ноготь сделаем лица, но так как у меня остался кусочек, и этот кусочек у меня горизонтальный, а мне нужен вертикальный, мы сейчас сделаем, залепи газету, я тебе советую, и сверху мне очень сильно хочется, сейчас, паутинка классно подошла, вот так раз, м-паста, можно и так оставить, вообще, не вопрос, кстати, если густоватая м-паста, ее можно разбавить, топ-текласс, что ж я сделала, последняя декорация испортила, так, чуть-чуть, текласса, добавляем в м-пасту, чтобы она стала более, такой, покладистой, мне нравится, когда на матовом топе появляются, ой, не в кадре, на матовом топе появляются элементы глянцевые, это вот делает дизайн таким, более сложным, что ли, вот так он ведем, кисточкой цепляюсь без конца, не полностью, оп, да, 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 именно, ну, тут уже не обязательно, сушим, здесь тоже самое, просто я даже не обвожу полностью, так чуть-чуть, чтобы выделить, вот и заблестел уже квадратик, и как-то почетче стали границы, потому что все-таки герлак, плюс еще матовый топ, чуть-чуть подрастянул нам цвет, подсмазал его, ну, а хочется, чтобы границы были более четкими, и так точно, как и там, я там еще сделала вот такую тоненькую полоску, просто как дополнение небольшое, это не обязательно, ну, вот мне нравится просто, когда так, сложно сразу, быстренько на скорую ручку, вот, он сразу такой тынь и заблесел, тум, ну, ну, фокусируйся, тыля, тыля, не хочет, о, благодарю, все, и последний штрих, сейчас мы их выставим, раз, два, и последний штрих, это мы сделаем на весь ноготь, размачиваем, смотрите, я разрежу его вот так пополам, и приклею, вы поняли, да, уже как, вот так, и следом так, чтобы получить из горизонтального, вертикальный, наэлдресс, все буквально, one sec, и все готово, все названия декораций, все номера обязательно, stories, выставят, и ссылку на эми шоп, вот так, раз, вот, казалось бы, был кусочек, горизонтальный, стал вертикальный, размачиваю, размачиваю, сейчас, 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 все будет, и второй кусок, только нужно его обрезать, вот здесь, чтобы там не было прозрачной пленки, и ни сюда, вот, и второй кусок, приклеиваем, снизу, ну, пожалуйста, вышли, из ситуации, блин, он классный, мне очень нравится, все, сушим, обрабатываем его, по всем, строгостям закона, только мы сейчас, этого делать не будем, на клиенте обязательно, и ультрабонд, и на адрес, и торец прошли, ну, то есть, прям вот, от и до, так, 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 высушили, пилочкой, обязательно обработали, на клиенте есть, этой мы сразу наносим еще слой мата, ой, слайдер топа, на типсах сразу матаем, ну, классные же декорации, классные, так, что мы здесь использовали, так, 345, эгоизм, естественно, коллекция, 343, шармиконы, значки, я так предполагаю, они называются, да, nail dress, print, в котором мы лица уже, вот, вырезали, слайдер топ, естественно, топ-текласс, безусловно, вот, и напомню, что мы с вами еще разбирали сегодня, сочетание, в дизайнах, я вам показывала, вот такой вариант, неожиданный, который, я обожаю, мне очень нравится, я сегодня себе сделаю какой-нибудь экстра, 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 о, господи, что там уже, я успела отвлечься, и там уже какой-то срач у вас, что-то происходит вообще, а я сейчас прям, сюда показывать максимум того, что можно сделать, так можно остановиться, на любом этапе, левыми кольмась, девочки, да хватит вам, что вы ляньте, что вы начинаете, я же сразу вам сказала, что я не остановлюсь, кому много, делайте немного, все, мы с вами закончили, вот такой у нас вариант получился, много, убирайте, много, делайте однотонный, много, можете вообще приклеить по одному ногтю, я вам вначале это все показала, я сразу сказала, я показываю так, как мне комфортно, и то, что мне нравится, мне неинтересно сделать по одному ногтю, вам хочется мало, открываем дайджест, вот смотрите, кстати, все дизайны в дайджесте делала я, до одного, много вам, пожалуйста, есть варианты, где есть по два ногтя, для консерваторов, пожалуйста, есть и вот такие варианты, какие еще есть, дайджесте максимально, много вариантов, для тех, кто любит попроще, делайте проще, вот, как вы любите по два ноготочка, вот так, с цветуречечками, ну, так, вот такие есть няшечки, ну, что я вам вот это показывать буду, так, и еще, напомню, что мы с вами сегодня сочетали капсулу, так, а резидента, вы там не отвечаете на плохие комментарии, я вас не этому учила, мы не реагируем, даже я не читаю, а вы там сидите, защитнички мои, вот такой вариант я вам показывала, это у нас капсула была и новые декорации, капсула, новая, новые декорации, здесь классные сочетания цветов, дизайн я назвала вдохновение от Versace, посмотрите, в Versace какой, какой образ, и какой маникюр, на секундочку, немного, не, нормально, всего хватает, я прикалываюсь, если что, так, и еще мы с вами делали вот такой вариант, осенний, напомню вам, это все выложим обязательно, я сейчас повторю, мне прям очень нравится это делать, вот так, Риана, красотка, просто обожаю ее, золотишко, которое никогда не выйдет из моды, золото, серебро, это те добавки, которые мы всегда добавляем смело, в любой дизайн, и вот такой вариант дизайна, сочетание коричневого, белого, фольги, декорации, шармикон, как я люблю, всего до хрена, так, и здесь у нас были цвета, коричневый, 344, белый, где-то я его уже делала, фольга, и декорации, тоже можете делать скрины, смотрите, какая классная фотка, да, ну я уже сфоткала, конечно же, выложу, наверное, может быть, даже в ленту, а может быть, не в ленту, так, ну я буду с вами прощаться, потому что уже очень много времени, я уже полтора часа с вами тут лялякаю, вот, так что будем прощаться, я даже рубашку сняла, потому что мне стало очень-очень жарко, короче, для чего вообще делаются дизайны, для чего проводятся подобного рода эфиры, для тех, кто хочет рисовать, для тех, кто хочет делать дизайн, для тех, кому это нравится, понимаете, для тех, кому это откликается, а не для тех, кому это не нравится, а вы просто сидите, смотрите, чтобы написать какой-то комментарий, для тех, кто хочет делать, и у кого клиенты просят, все просто, нравится, откликается, идешь, делаешь, вдохновляешься, покупаешь дизайн, журналы смотришь, не нравится, идешь, покрывать однотоночку, все, понятно, спасибо вам за внимание, ой, сколько вот этот очень хороший способ, у всех свой вкус, мне очень нравится, люблю дурак, короче, сейчас тренд, понимаете, тренд, много всего, я вам только что показала маникюр у Versace, я хочу делать крутые, трендовые дизайны, я не хочу делать однотон и пальчики безымянные, если вы так делаете, боже, это же всех свое, вообще свой вкус, но тогда зачем смотреть эфиры, вы это и так сделаете, все, спасибо вам большое, выложимся в сторис, ссылочки на покупочки, выставим, все, хорошего настроения, классных клиентов, особенно тех, которые будут просить у вас всего и побольше, а вы будете так вот, пока, субтитры сделал DimaTorzok,